Добрый день всем, кто пришел сюда в это дождливое, можно сказать, утро, почти. Добрался на третий день нашей конференции. Меня зовут Сергей Ивашко, я главный редактор сайта Экспир, систему, через которую вы регистрировались на эту конференцию. И я расскажу вам про источники финансирования науки в России. Почему я могу об этом рассказывать? Потому что по заказу Миноборнауки мы три года собираем эту информацию в единое целое и, можно сказать, обладаем самым большим объемом этой информации и можем спокойно ей поделиться. Не удивляйтесь, что вас так мало, потому что далеко не все ученые любят говорить про деньги, далеко не все ученые могут себе признаться в том, что они хотят денег за свою работу. И это не только на уровне студентов, аспирантов или профессоров. Да, я вчера буквально слушал и позавчера мегагрантников, которые примерно про то же самое говорили, что нужно работать, нужно вкладывать свои силы, мысли, души. Ну, а деньги – дело наживное, может быть, кто-нибудь когда-нибудь профинансирует их работу. Доброе утро. И они не очень хорошо себе представляют в основной своей массе, где эти деньги искать и как их зарабатывать. Даже несмотря на то, что они получают мегагранты. То есть, обо всех источниках финансирования они не знают. Поэтому можно сказать, что у вас будет эксклюзивная информация по этому поводу. И я надеюсь, она вам поможет и в личном развитии, и в создании своей научной группы, и, может быть, даже своего института в будущем. Вот основные пункты, по которым мы поговорим. Сколько в России источников финансирования, где они находятся, какие бывают основные ошибки при выборе источника финансирования. И типичные ошибки при подаче заявки в выбранный фонд. И какие вообще существуют виды поддержки. Итак, сколько в России источников финансирования, источников поддержки научно-технической деятельности. Я вас не буду мучить вопросом. Когда собирается большая аудитория, я обычно спрашиваю у людей, как они считают, сколько в России источников финансирования. В России цифры называются разные. От 5 до 20. Некоторые особо смелые говорят 100, и никто им не верит. Но на самом деле их больше тысячи. Сейчас объясню, как получается такая огромная величина. От идеи до продукта. Есть несколько стадий превращения, которые должен пройти каждый проект. Первая стадия – это фундаментальное исследование, где вы что-то придумываете, что-то изобретаете, что-то проверяете, какую-то теорию. И результат этой стадии – либо подтверждение или опровержение теории, либо изучение какого-то свойства. Это фундаментальный результат. Дальше начинается ориентированное научное исследование. Вы пытаетесь понять, куда можно применить полученный ранее научный результат. Затем начинаются прикладные исследования. Вы пытаетесь понять, как в выбранной вами области применить полученный ранее результат. Дальше начинается экспериментальная разработка. Вы реально пытаетесь сделать то, что вы придумали. После чего, после экспериментальных разработок, начинаются опытно-конструкторские, опытно-технические работы. И затем после этого начинается уже бизнес-составляющая, то есть это стадия стартапа, когда идет превращение вашего научного достижения, научно-технического, в какой-то бизнес-проект. И дальше идет превращение этого стартапа уже в стадию, скажем так, внедрения мелкосерийного производства, крупносерийного производства, опытная партия, массовое производство. В общем, в итоге получается примерно 10-12 стадий, в зависимости от того, кто как эту цепочку понимает. Существуют разные версии, но у людей деньги есть, и они сами определяют, на какой стадии они находятся у источника финансирования. В общем и целом структура такая. Она существует на федеральном уровне, на уровне государства. Она существует на уровне федеральных округов, в каждом из 10. Она существует в каждом субъекте федерации. И она существует в каждом крупном муниципальном образовании. То есть в каждом городе-миллионнике такая структура есть. И в таком городе, как Москва, например, она существует еще и в каждом административном округе. то есть еще 11, то есть получается 1, 10, 89, у нас сейчас 82, плюс 24 города-миллионника, умножаем на 10, получаем вот эту самую сумму. Информация об этих источниках расходится довольно плохо, потому что те люди, которые узнают о каждом из этих источники поддержки, они начинают им пользоваться и никому про него не рассказывают. Более того, те люди и те структуры, которые получают эту поддержку, у них все срастается, получается успешный проект, про него тоже обычно большого информационного резонанса нет, информационное поле он не колышет, потому что, как они говорят, деньги любят тишину, во-первых, во-вторых, хорошие новости расходятся плохо, вот если какая-нибудь новость появляется из серии Бритни Спирс тоже потеет, да, то она сразу разлетается миллионными тиражами, все в мире смотрят, комментируют, лайкают, шарят, репостят и так далее, твитят ее, а если какой-то фонд выдает деньги какому-то очередному проекту, то это интересно обычно двум категориям людей, первое, тем, которые получили, они про себя почитают и тем, которые не получили, все, остальным это не интересно получается, поэтому такая информация, она довольно плохо расходится и поэтому по-хорошему знать об этих источниках поддержки критически важно для каждого ученого и нечего надеяться на то, что тебе про это расскажут, если конечно тебе сильно не повезет, как в данном случае, потому что никто не хочет плодить конкурентов и никто этой информацией делиться по доброй воле не будет. Существует несколько классификаций источников поддержки и они довольно разные, я на этом подробно останавливаться не буду, потому что из всех вот этих типов поддержки, естественно, самый главный это информация, потому что если вы владеете информацией об этих источниках, дальше вы уже разберетесь, куда и зачем эту информацию применять. И в этом смысле я хочу вам порекомендовать как раз эксперт, просто потому что эта система, созданная Министерством образования и науки Российской Федерации, созданная для того, чтобы каждый ученый, каждый научный работник в Российской Федерации смог бесплатно получать информацию обо всех конкурсах, обо всех грантах, обо всех субсидиях, которые выделяются на научно-техническую деятельность, для того, чтобы у него был доступ к этой информации. Информация о конкурсах – это не только то, что вы можете там подчеркнуть, вы можете проверить свой проект. Мы сейчас с Марьей Геннадьевной из Горно-Алтайского университета как раз немножко про это говорили. Вы можете через Экспир спокойно подключиться ко всем базам источников финансирования бесплатно и проверить свой проект на велосипедность, потому что государство не финансирует дважды одну и ту же работу. Понимать, насколько твоя работа актуальна – это ценно и с точки зрения получения финансирования, и с точки зрения собственной значимости, с точки зрения научного авторитета. Потому что, если ты сделаешь что-то, что уже было сделано до тебя, ни карьера, ни самоуважения, ничего в конечном итоге не получится. Главная мысль, которую я хочу до вас донести, – поиск финансирования – это тоже работа. На нее нужно выделять обязательно время. Если вы хотите заниматься научной деятельностью, при этом кушать хорошо, то на это нужно обязательно выделять время. Нужно к этому готовиться, нужно этому учиться. Там есть свой определенный набор навыков, требований. Хотите там скиллов, пожалуйста, как хотите назовите экспорт. И самое главное в этой работе – нужно быть готовым к тому, что с первого раза у тебя может ничего не получиться. Здесь, в принципе, действует принцип стартапов. Очень много криков идет в России по поводу того, что система финансирования стартапов неэффективна, но на самом деле в те деньги, которые заложены на финансирование на этой стадии, в них включен большой процент неудачи. И то же самое относится к грантовой системе финансирования. Программа «Умник», например, фонда Бортника, она буквально не требует от участников практически ничего, по большому счету. Нет, конечно, они рады будут, если участники этой программы выполнят все KPI и перейдут на следующую стадию на стадию старт. И такие люди есть, но по большому счету 80% участников этой программы получают деньги, потому что государство заинтересовано в том, чтобы молодые ученые научились получать деньги. Мой первый грант фонда РФФИ примерно на то же самое нацелен. Он даже еще больше, если программа «Умник» подразумевает финансирование в размере 500 тысяч на человека, то программа «Мой первый грант» там, по-моему, миллион выделяется молодому ученому, даже если у него вообще ничего нет. Вот он просто должен подать документы и все. Об этих возможностях нужно знать, потому что иначе, если вы не сможете включиться в систему грантовой поддержки науки, не сможете себя адаптировать к ней, то вам будет в дальнейшем сложно, потому что государство планомерно переводит науку с системы зарплатного финансирования на систему проектного финансирования грантового. Вот гранты либо субсидии, в зависимости от того, на какой стадии находится исследование. И это очень важно, потому что фактически финансируется результат. Финансируется научная группа, не институт. К этому все идет. И те люди, которые смогут достичь понимания этого первыми, они будут в фаворе. По предыдущей стадии какие-то вопросы есть? У нас немного, поэтому можем спокойно в таком режиме диалога. Может, что-то непонятное я сказал. В принципе, это вещи простые. То, что я рассказываю, вещи простые. Другое дело, что они иногда идут в разрез с мировоззрением людей научного склада ума. Я их понимаю. Сам был такой же. Закончил химфак МГУ, аспирантуру института физической химии РАН. И с презрением относился вообще к финансированию до какого-то момента. Пока не женился. А как только женился сразу же, начал искать, нашел фонд Сороса. Два года студент, два года аспирант Соросовский был. И дальше потихонечку пошло. Хорошо. Тогда давайте, если с той частью все понятно, разберем немножко основные вопросы, которые нужно решить прежде всего для себя, если вы собираетесь идти в какой-то источник финансирования. Сразу оговорюсь, что, когда вы приходите в какой-то источник финансирования, даже государственный, нужно понимать, что вы приходите со своим проектом. Это ваш проект. Его вам никто не поручает делать в данном случае. Государство не поручает вам делать этот проект. Оно может его профинансировать. Но проект этот ваш. И вы говорите государству, что вы его сделаете. И эти вопросы, которые я сейчас обозначу, они прежде всего нужны для того, чтобы у вас сложилось в голове четкое понимание того, что вы хотите сделать. Итак, первое. Какую задачу вы пытаетесь решить? Что делать собираетесь, собственно говоря? И это как раз относится к тому, что каждый источник финансирования проводит финансирование на своей стадии. Те, кто финансирует научно-исследовательские фундаментальные работы, они не занимаются прикладной наукой, не финансируют ее. Те, кто финансирует прикладную науку, экспериментальные разработки, они не финансируют опытно-конструкторские работы, не финансируют фундаментальные исследования. И если вы с фундаменталкой залезете в программу, которая финансирует прикладную науку, у вас будут проблемы потом. Потому что вы не получите тот результат, который должны получить по мнению источника финансирования. И очень важно в данном случае понимать, что мысли-то интересные есть у вас, а деньги есть у них. И у них, у этих источников финансирования, тоже есть свои цели и задачи, которые они, вкладывая деньги в вас, должны выполнить. И по-хорошему вы своей работой должны доказать им, представляя свою работу, что вы выполните их цели и задачи. Если вы хотите что-то делать, делайте. Если вы хотите что-то делать на чужие деньги, значит, надо убедить инвестора, как хотите, грантовый фонд в том, что они должны профинансировать вашу работу. Вот эти два смешных примера, они жизненные. Первый пример. Ко мне три раза подходили директора заводов и плакались по поводу того, что государство не финансирует науку. Они говорили, мы, директора заводов, нас должно финансировать Роснано, мы ходили в Роснано со своим проектом, они нас послали и государство науку не финансирует. Такая вот логическая цепочка. В чем здесь ошибка? В том, что они, когда мы с каждым по отдельности разговаривали, я выяснил, что они пытались через Роснано протащить фундаментальную работу, попытались получить финансирование на фундаментальную работу, на фундаментальное исследование. Роснано не финансирует фундаментальные исследования. У них очень простая задача, они, как они мне сказали, мы строим заводы, все. То есть, они берут технологию массового производства, отработанную зарубежную технологию массового производства какого-то одного конкретного продукта, находятся инвесторы в России и строят здесь завод. Вот это вот функция Роснано. Сейчас они сделали фонд инфраструктурных и образовательных программ, которые готовят проекты к выходу на эту стадию. То есть, они перешли на одну стадию назад, но до фундаментального им еще восемь стадий, они не пройдут никогда. Вот это чуть-чуть менее явный случай, однако тоже такие проекты бывают в федеральной программе исследования и разработки. Есть довольно существенное количество проектов, которые не совсем подпадают под определение прикладных исследований и экспериментальных разработок. И у руководителя этих проектов довольно большие проблемы, потому что они как раз не могут отчитаться по тем целям и задачам, которые заложены в эту программу. И если государство или источник финансирования понимает, что вы не подпадаете, то каким бы ни был хорошим ваш проект, денег вы не получите. Это вопрос целевой аудитории. Для чего вы, для кого вы делаете свой продукт? Ваш результат. Результат вашей работы, кто его воспримет. В случае с фундаментальными исследованиями, это примерно ориентированность на журналы, которые будут рады опубликовать результат вашей работы. Или научная группа, которая потом может подхватить ваш результат для того, чтобы как-то его использовать в прикладных исследованиях. Если у вас есть понимание того, куда пойдет этот ваш результат, что с ним будет дальше, то это сильно облегчает финансирование. Третья ошибка и третий вопрос – это фундаментальнейшая проблема нашей науки. Она заключается в том, что ученые, как правило, мыслят не проектами, а исследованиями. Когда я работал на химфаке, я занимался тонкими пленками, и этими тонкими пленками можно заниматься 20 лет, 30 лет, 40 лет. И это вот такое исследование, очень протяженное. Проект – штука совершенно конкретная. Вам нужно изучить конкретный образец, вам нужно для этого собрать конкретную установку и провести на ней определенное количество экспериментов, которые точно докажут определенные свойства, которые пытаетесь изучить. Вот это конкретный проект. Он намного меньше исследования, но именно на него дают деньги. Если вы понимаете цель, если вы понимаете задачи, которые вы должны решить для достижения этой цели, то вам будет проще ответить на четвертый вопрос – какие ресурсы вам нужны. Сколько вам нужно времени, сколько вам нужно сил, сколько вам нужно денег, какие вам нужны помощники, какое вам нужно оборудование. Ошибка в данном случае такая – дайте денег и мы подумаем. – она очень часто возникает на стадии фундаментальных исследований. – это очень явно проявилось, когда ученые сопротивлялись реформе российской академии наук. Они в явном виде показали свою позицию. Проведем небольшую аналогию. Вы директор завода, к вам приходит работник. Работник говорит – директор, дай мне денег, сколько я хочу. Я буду делать, что я хочу. А тебе я не буду говорить, что я буду делать, потому что дурак, ничего не понимаешь. Вы, как директор завода, куда пошлете этого работника? Правильно. Правильно. Можете не отвечать. Это был риторический вопрос. В данном случае ученые поступили точно так же. Они кричали, что им нужно дать денег, сколько они хотят. Они будут заниматься тем, чем они хотят. И избавьте нас, пожалуйста, от отчетности, потому что она вам все равно не нужна, вы в ней ничего не понимаете. Это не так. Это не так. Потому что чиновники, которые занимаются финансированием науки – это умные ребята. Со многими я знаком лично. Среди них есть выпускники таких школ, как Калмогоровский интернат, 171-я, 57-я школа. Среди них есть физтехи, среди них есть выпускники физического вкультет МГУ, химического вкультет МГУ, математики, классные математики совершенно. Но почему-то их воспринимают как чиновников и не воспринимают как людей, способных понять, что делают ученые. Итак, вот основные 4 вида ошибок при выборе фонда. Выбор фонда, финансирующего не ту стадию, непонимание целевой аудитории, непонимание цели своего проекта, конечной стадии, когда можно будет говорить об успехе проекта, и, соответственно, непонимание ресурсов, которые нужны для реализации этого проекта. Вот эти 4 ошибки приводят к тому, что примерно 60% проектов, дошедших до стадии научной экспертизы, отсеиваются. Это тысячи и даже десятки тысяч нереализованных проектов. Просто потому, что люди не смогли сформулировать свои мысли. Это обиды, слезы, инфаркты. А все вроде просто, да? Перед тем, как фонды проводят научную экспертизу проектов, они проводят формальную экспертизу проектов. Формальная она называется не потому, что она такая формальная, а потому, что это проверка конкурсной документации. У каждого фонда, и эта проверка всегда стоит на первом месте, какой бы фонд вы ни обратились, будь то РФФИ, РНФ, Бортника, что-то еще, неважно, РВК. Потому, что потом по этим документам проверяющие органы будут выяснять, правильно ли выданы деньги. Если мы говорим о каком-то более-менее приличном проекте, миллионов 10-20-30 рублей, то неправильное оформление документов приводит к тому, что с выдавшего эти деньги чиновника привлекают за хищение нецелевое использование, в любом случае, в особо крупных размерах, и сидеть несколько лет никому не хочется. Поэтому эта проверка довольно жесткая, и если вы хоть чему-то не соответствуете по тем формальным критериям, которые заданы источниками финансирования денег, вам не дадут. На чиновниками сидят Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Счетная палата, которые очень строго следят за тем, чтобы все заявки выдавались по правильным наборам документов. Основные ошибки, которые приводят к неправильному оформлению документов. Это, прежде всего, торопливость. Если вы узнали о конкурсе за 3 дня до его окончания, лучше забыть про него, потому что денег вы, скорее всего, не получите. В данном случае, может быть, вам, конечно, повезет, но, скорее всего, у вас потом будут проблемы, потому что возникают еще 3 ошибки из-за первой. Первое – это невнимательность к тексту конкурса. Она приводит к тому, что люди подают не то, что от них просят. И даже если очень хороший проект, но он не соответствует конкурсным требованиям, заявка вылетает. Небрежность при оформлении заявки – это вообще смешно. Неправильно скопипастили что-то из одного куска в другое. Неправильно забыли стереть что-то из этой формы, когда в прошлый раз в нее что-то забили, и оно там осталось. Это, может быть, скорее второе. А здесь небрежность при оформлении заявки – не пронумеровали страницы. Типичная ошибка – не пронумеровали страницы, и источник финансирования не знает, на каких страницах вы подали эту заявку. Даже если там очень связанный текст идет, он все равно формально этого не знает, и ему прокуратура на это четко укажет. Не указали все реквизиты на титульном листе, которые необходимы, или указали лишние, ненужные. Это тоже формальная ошибка. Ну и, конечно, неправильная подача заявки. Когда вас просят прислать заявку в электронном виде, она приходит по почте или наоборот. Такая ошибка приводит к тому, что заявка отклоняется. В 2015 году Министерство образования и науки под конец года разыграло 4 миллиарда на прикладные исследования в рамках одного конкурса. 4 миллиарда. Пожалуйста. Они сказали, мы дадим денег 120 проектам, которые готовы сделать прикладные исследования по одному из шести приоритетных направлений. То есть они даже четко очень не очерчивали рамки этого конкурса. Просто приоритетные направления и прикладные исследования. А так, в принципе, делай что хочешь. Такие лоты называются зонтичными. По каждому из лотов этого конкурса могло быть по 20 победителей. Всего было подано 500 заявок, из них 120 вот таких наборов документов были выброшены в корзину потому, что они допустили одну из этих ошибок. 120 научных групп просто не поучаствовали в конкурсе, потому что не прошли формальную проверку. А к вопросу о тех ошибках, о которых я говорил ранее, могу сказать, что из оставшихся 380, прямо вот совсем хороших заявок, которые соответствовали по всем критериям, было 30. А еще 90. За них там уже шла жесткая борьба. Вернее, лучшие из худших пытались получить эти 90 заявок. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что если вы не поленитесь, потрудитесь и аккуратно, без спешки оформите свою работу, то, скорее всего, деньги вы получите. Шансы очень высоки. И это никак не зависит ни от какого кризиса. Это никак не зависит от какого-то сокращения каких-то денег на федеральном уровне. Есть вы, есть источник финансирования, есть его требования, и вы общаетесь с ним. Все остальное вторично. Это понятно? Хорошо. Ну вот, кстати, коллеги из Федеральной Цельной программы исследования и разработки поделились со мной такой статистикой. вот так вот распределяется набор ошибок формальных. Формальных. Оформление и подача заявки – 52 процента. 52 процента ошибок, нарушений, из-за которых вылетает работа. нет нужных подписей и печати. Печать не поставили. Господи, не уследили. Торопились, наверное. Не представлен необходимый набор документов или они оформлены неправильно. Есть разночтение в разных частях заявки. То, о чем я говорил, невнимательность к оформлению, когда в одном месте по данному пункту стоит одна цифра, а в другом месте другая. Все. В принципе, по научной составляющей предложена более узкая тема, отличная тема лота. И это как раз к вопросу о невнимательном прочтении конкурсной документации. В конкурсной документации, скажу вам, по опыту написано все. Все, что надо, там есть. Другое дело, что написано оно тем языком, который понимает источник финансирования. И с первого раза без полдитры там не разберешься, но если вы хотите получить денег, этот язык вам придется выучить. Потому что деньги у них, они у вас, и на вашем языке, им учиться некогда. У них есть довольно большое количество научных групп и проектных групп, которые знают их язык и которые могут играть по их правилам. Если это их поле, их правила, соответственно, вы его либо выучиваете эти правила и получаете деньги, либо нет. виды поддержки будут разные. Да, не только деньги, но и, соответственно, в зависимости от того, на какой стадии находятся ваши исследования, это может быть и какая-то инфраструктурная поддержка, то есть какие-то оборудования, помещения. Существует довольно много научных технологических кластеров, где можно получить самое шикарное оборудование мирового уровня, вплоть до бесплатного пользования чистыми комнатами или какими-то сумасшедшими приборами. На массовом спектрометрах можно что угодно делать и не покупать их. Или, допустим, какие-то площади вам нужны, другие для того, чтобы реализовать свой проект. Или вам нужны коллабораторы какие-то для того, чтобы сделать какую-то работу, а вы не знаете, где их искать. И центры коллективного пользования, уникальные установки. Кто из вас вообще залезал на реестр центров коллективного пользования? Кто знает, чем они вообще занимаются и на каких условиях ими можно пользоваться? А ведь они есть, ими можно пользоваться. Их много, они разные и уникальные установки. Там можно делать феерические вещи совершенно. Но про это надо знать, это надо изучить. Нужно понимать, что оно есть и зачем оно вообще нужно вам. Наша работа призвана облегчить вашу. И в данном случае могу сказать, что каждый день в России объявляется 10-15 конкурсов, где различные источники финансирования объявляют, которые объявляют различные источники финансирования. Каждый день объявляются 10-15-20 конференций. И по-хорошему информацию об этих конференциях нужно знать до того, как на них закончилась регистрация, а не после. чтобы не бегать, не оформлять документы, тезисы в последний день, в последнюю неделю с такой головой. И придумать какую-то ахинею, которую потом надо еще доложить, чтобы тебя не осмеяли на этой конференции. Опять же, если вы хотите заниматься чем-то на переднем крае науки, то будет логично, если вы будете в курсе, чем занимаются ваши коллеги, или, назовем их правильно, конкуренты в других научных учреждениях. Каковы ваши шансы на выигрыш при подаче в тот или иной источник финансирования? И насколько уникален ваш отчет? Вы себе не представляете, какие разборки порой идут в Министерстве образования при сдаче отчетов. Профессора, академики, очень уважаемые люди, плачут как дети, когда их ловят на плагиате. Они думают, что немножко изменив буквально несколько слов в отчете, они создают некий уникальный отчет. Но нет, это не так. Система проверки антиплагиат работает и работает хорошо. Поэтому халява в этом отношении кончилась. И вы должны сделать реально ту работу, на которую подписались, получив деньги. К сожалению, для некоторых, а для некоторых, к счастью, это так. Вот наши партнеры. Министерство образования, дирекция научно-технических программ, фонд развития интернет-инициатив. Мои контакты можно записать, можно на форуме любые вопросы задать на сайте Экспир. Потому что там сидят эксперты этих самых источников финансирования, они отвечают на вопросы. Но, кстати, по поводу общения с источниками финансирования. Могу точно сказать, что в каждом источнике финансирования есть специальный отдел, ну или по крайней мере несколько человек, основная задача которых отвечать на ваши глупые вопросы. Потому что, с их точки зрения, они довольно глупые. Потому что, как правило, в 95% случаев это всего лишь невнимательное прочтение конкурсной документации или правил подачи заявки в этот источник. И, как правило, ответ их сводится к тому, что они цитируют вам эту конкурсную документацию, и вы понимаете, что да, действительно, этот момент вы пропустили. Но, тем не менее, бояться звонить туда не надо. Или писать можно нам, если вам сложно звонить. Многим ученым сложно звонить. Но мы спокойно для вас эту информацию, которую вам непонятно, найдем. Сами в эти источники обратимся. Или, может быть, мы уже знаем ответ. За три года мы уже много чего понахватались по разным источникам финансирования. Я готов ответить на ваши вопросы. Или, может быть, у вас есть какой-то проект, с которым вы сюда пришли, и вы не понимаете, что с ним делать. Это государственная тайна. Ничего страшного. Да, я так сказал. Просто в том, который я подавал заявку, что часто умники, но вам сказали, что башки не платят, потому что все забирают деньги и ничего не делают. Не, ну когда никто ничего не делает, это, конечно, плохо. И деньги перестают. Нет. По поводу фонда «Содействие инновациям» или как его называют, фонд «Бортника» и программы «Умник». Во-первых, могу вам сказать, что формально, и это очень важное слово, формально все конкурсы, которые проходят в разных регионах, они открытые. На них может подаваться любой человек. То есть, вам совершенно не обязательно подаваться в Башкирии, вы можете подаваться в любом другом месте. Проходить этот конкурсный отбор, полуфиналы все эти, выходить в финал. Ничего в этом такого запрещенного нет. И когда я разговаривал с представителями фонда, они как раз удивлялись, что люди подают только у себя и больше нигде. И если у них уже прошел конкурс, то они сидят грустно и ждут, что следующий год может быть. Проблема того, что никто ничего не делает, она не только в Башкирии существует. Я участвовал в нескольких конкурсных отборах фонда «Умник», как член жюри, как эксперт. И когда ты сидишь там третий, четвертый раз, ты начинаешь видеть одни и те же лица, которые приходят с одними и теми же проектами, практически не модифицируя их. И становится, конечно, грустно от этого, потому что они думают, что они должны прийти, рассказать работу в лаборатории за последние 20 лет под видом того, что они сами сделали за последние полгода, и им должны выдать денег. Нет, не должны. Здесь цели и задачи совсем другие. Человек должен показать, что он может сам что-то делать, что это его работа. Она может быть не очень актуальна, она может быть не очень сложна, но он должен делать ее сам. Те критерии, по которым фонд Бортника оценивает заявки по конкурсу «Умник», это актуальность. Да, там очень важный параметр – это вовлеченность самого исследователя, самого молодого ученого. Обоснованность этой работы – 7 критериев. Они очень четкие, они на сайте написаны. И по-хорошему все презентации, которые должны быть в фонд Бортника поданы по программе «Умник», они должны состоять из 9 слайдов. Первый слайд – название работы и слово «Здравствуйте», «Потом каждый слайд по одному критерию. Один критерий – один слайд. И последний, девятый – спасибо за внимание». А вместо этого люди начинают рассказывать научные статьи. Очень сложно оценивать такие работы и проще сказать, что они не соответствуют критериям. Это правда. Особенно, когда у тебя 150 работ, и тебе за два часа надо эти 150 работ оценить. Вот как позавчера было. Сидели, выбирали из 110 кандидатов на мегагранты 40 победителей. На все про все у ребят было 4 часа. По две минуты на 100 миллионов. Вот так вот. Если какое-то несоответствие, просто отлетает проект и все. Так проще. Меньшей вероятности ошибиться. Особенно, когда речь идет о других деньгах. Ну и в случае с программой «Умник» то же самое происходит. Нет, это не обязательно совершенно. Нужно внимательно изучить, чего они хотят, и сделать свою работу по тем критериям, которые они просят. Ну а подаваться можно куда угодно, да. Не вопрос. Ну хорошо, подайтесь через другое. Нет, они формально не могут вам отказать, если вы подадитесь. Просто не имеют права. В зависимости от того, у каждого проекта… Если мы говорим не о конечной стадии финансирования, а о первых или о промежуточных, то критерий успеха – это переход результата, полученного на этой стадии, на следующую стадию. То есть она должна стать заделом для проекта следующей стадии. И, соответственно, она должна работать, ее результат, он должен соответствовать тем критериям, которые необходимы для перехода на следующую стадию. Поэтому, например, в прикладных исследованиях, если мы говорим о программе «Федеральное целевое исследование и разработки», то там успешный результат – это ТЗ на опытно-конструкторскую работу. Грамотно сформулированное. Чтобы люди, которые занимаются опытно-конструкторскими работами, пришли, взяли это ТЗ и сделали по нему эту самую работу. Когда они ее сделают, то, соответственно, у них должен получиться набор документов, которые потом можно использовать уже на следующей стадии. Это критерии успеха, они довольно легко отслеживаются. Если их нет, значит, проект не успешен. Деньги – это важная вещь. Одна ошибка, о которой я не сказал, заключается в том, что люди не очень отличают один способ финансирования от другого. Кто из вас мне скажет разницу между грантом и субсидией? Чем они отличаются? Все контролируется, все контролируется. Давайте это на пальцах объясню. Грант. Государство предлагает что-то сделать в какой-то выборной области знаний. Как она выбирает эту область – это отдельная история. Сейчас не об этом. Но вот она предлагает что-то сделать. Я, как руководитель научной группы, прихожу со своим проектом в выбранной области знаний и говорю, «Государство, дай мне денег, чтобы я сделал эту работу, потому что ее результат соответствует твоим целям и задачам. И если я ее сделаю, то это продвинет тебя, государство, немножко выше по данному критерию на сколько-то пунктиков. Окей, государство дает денег, ты эту работу делаешь, выполняешь, все счастливы. Деньги потрачены не зря. Там пунктик поднялся, ты денежку освоил, как говорят, результат получил. Супер. Доказал, что ты хороший человек, дальше ты будешь еще легче получать деньги. Это как снежный кум. Теперь субсидия. Ты приходишь к государству и говоришь, государство, я хочу сделать вот чего. И это я сделаю даже без тебя. И у меня даже покупатель есть на результат этот. Он называется сейчас «индустриальный партнер». Но если ты, государство, дашь мне денег, чтобы компенсировать мои затраты, то я это сделаю быстрее и проще, и резко тебя тоже подниму по какому-то там пунктику. Окей, говорит, государство и компенсирует твои расходы. Но изначально это твои расходы, и это твоя коммерческая история, которую государство просто субсидирует по каким-то своим соображениям. И в этом смысле как раз были проблемы у тех научных групп, которые с фундаментальными своими исследованиями пришли в прикладную программу и с не очень удачно подобранными индустриальными партнерами, которые по факту не могли купить результат их работы. Проблема заключалась в том, что когда государство немножко сократило эту субсидию на 10%, оказалось, что своих средств у людей нет. Но их и не было, собственно говоря. Они думали, что получают грант, и за те деньги, которые, по-хорошему, с точки зрения государства должны были составлять 50% или 80% финансирования этой работы, они хотели сделать всю работу, никаких других денег у них не было. И когда их ужали, у них получились проблемы. То есть, если государство тебе по каким-то причинам не выдает субсидию, то ты все равно должен сделать свой проект. Если государство урезает сумму гранта, то можешь кричать, что ты государство мне сколько-то денег не додало, я не могу выполнить эту работу, у меня на нее нет своих средств. Вся работа была рассчитана на то, что ее профинансируют государство. А субсидии история другая. Разница понятна? А еще по-моему вопросу. Бывает же так, что государство не знает, что это. Например, многие черные, например, когда это спрашивают, что вам надо сделать. Прекачка это. Кто им должен сказать? Ну вы же говорите, что государство, например, нужно какие-то новые проекты. Они неправильно ставят задачи ученых. Вот нужно вот это сделать. Говорят, ученые так говорят, да. Это происходит от непонимания системы, скажем так, превращения научных идей в проекты. Источники финансирования, государственные, сами ничего не придумывают. Они не придумывают темы научных работ. Они не придумывают приоритетные научные направления. Они их финансируют. Могу сказать сразу, да. Деньги в бюджете есть всегда. Денег никогда нет на все. Именно поэтому существует несколько институтов, научных институтов, которые определяют несколько главных, их называют приоритетные направления, которые нужно развивать с точки зрения государства, для того, чтобы это государство выглядело хорошо на мировой арене. В рамках каждого из этих приоритетных направлений определяется набор технологий, их называют критические, которые нужно развивать для того, чтобы это направление двигалось. Другой, конечно, тоже надо развивать, но с точки зрения государства по остаточному принципу. И эти научные институты советуются, консультируются со всеми академиками, с Российской академией наук для того, чтобы правильно эти самые приоритетные направления, эти критические технологии определить. Не могу сказать, что они не ошибаются, только тот, кто не работает. Но они стараются, они работают. И государство, уважая ученых и принимая результаты их экспертизы, уже утверждает эти приоритетные направления, критические технологии. И дальше, опять же, ученые в рамках этих выбранных их коллегами приоритетных направлений и критических технологий подают заявки на конкретные проекты. Называйте их, как хотите. Если это двухстадийная система отбора, то это инициативное предложение. Если это одностадийная система финансирования, то это сразу конкурсные заявки. Понимаете, да? То есть, не государство вам говорит, что делать. Вы должны государству доказать, что оно должно профинансировать ваш проект. Это ваши проекты, не государственные. Конечно. Почему это получается так, что многие люди, не занимающиеся в рамках данного успеха, там быстро это поднимается, быстро ставится на ноги и тут же выходит в рамках? Нет. Во-первых, не быстро. Во-вторых, не все. Давайте не будем обобщать. Этот процесс уже давно двухсторонний. Довольно много известных ученых приезжает в Россию. И зарубежных, и наши возвращаются. Правильно, потому что для них создаются соответствующие условия. И эти условия, прежде всего, создаются за счет специальных программ финансирования, про которые нужно знать. Можно никуда не уезжать. Можно никуда не уезжать. Никто ничего не забрасывает. Никто ничего не забрасывает. Здесь опять играет очень важную роль эффект плохих новостей. Люди, которые получают финансирование, 50 миллионов, 100 миллионов на свою работу, 20 или 1, неважно, у них все хорошо. Они работают. Им не надо кричать, не надо возмущаться. Не надо. У них есть работа, у них есть деньги, у них все хорошо. Люди, которые не смогли по каким-то причинам получить финансирование, или сидят, ждут, когда им принесут это самое финансирование, когда вот им придут, и на блюдечке с головой каемочки принесут, а им почему-то не несут. Они начинают возмущаться. Скорость распространения информации в последнее время очень сильно выросла. И любой чих на этом информационном поле, он тут же подхватывает с такими же коллегами, неудачниками, людьми, которые не знают, не понимают, не хотят, не могут. Не знаю, стыдно, страшно, не верят, боятся, что их разработки украдут. Хотя, если они никому про них не скажут, они так и будут сидеть без денег. Люди, которые не понимают, как монетизировать результаты своей работы, не понимают, что даже на фундаментальных исследованиях можно отлично получать деньги, зарабатывать и при этом не чувствовать себя ни ущербным, ни предателем, ни кем. Просто работать, получать деньги за свою работу. Что нет-то? Что плохого в том, чтобы получать деньги за свою работу? Я не понимаю. Но люди, которые действуют по модели, которые я здесь описывал, дайте нам денег, а мы вам не скажем, на что вы их дали, они денег не получат. И они могут возмущаться сколько угодно. Но вся система финансирования науки не рассчитана на халявщиков, она рассчитана именно уже на проектное финансирование, на достижение конкретных результатов. Будь то публикации в журналах с определенным импакт-фактором, будь то патенты, будь то создание документации. В каждом случае цели свои, и они должны достигаться. Если вы не хотите достигать этих целей, поставленных источниками финансирования, ну извините. Нужно четко понимать, что 95% ученых, работающих в Российской Федерации, работают в государственных учреждениях. И государство единственный источник финансирования, вернее самый крупный источник финансирования науки. И не пользоваться им, это глупо, по-другому не скажешь. Складывается очень смешная ситуация, когда с одной стороны выделяются огромные суммы, и с точки зрения государства наука финансируется. Потому что деньги выделяются, деньги людьми получаются, результаты достигаются, процесс идет. А с другой стороны стоит огромная толпа высокообразованных, умных, интеллигентных, нищебродов, которые считают, что им должны чего-то принести. Но проектный подход заключается в том, что ты каждый раз деньги должен заработать. Если вы посмотрите любой, даже самый дурацкий американский фильм про историю успеха, там успех заключается не в том, что люди выполнили свою работу, а в том, что они получили деньги на нее. Дальше уже идет просто работа. А успех – это именно добывание денег. И это относится не только к каким-нибудь строительным корпорациям, это относится и к ведущим университетам. Ты должен доказать, что ты конкурентно способен, что деньги, потраченные на тебя, будут максимально эффективно вложены. И неважно, чем ты занимаешься. То ли ты изучаешь свойства F-элементов при сверх критических температурах, то ли ты занимаешься раскопками в Крыму. Ты должен доказать, что твоя работа нужна, важна, интересна, актуальна. А не как на пленарном заседании товарищ рассказывал, что их 200. Даже забыл, как называется эта наука, которую он представлял. Вот он плакался на пленарном заседании, что византисты их зажимают, гуманитарий. Он хоть слово сказал по поводу того, почему их должны профинансировать. не просто, что должны, а почему нужно развивать это. Я ответил на это своей судьбой. Я этим не стал заниматься. Вы считаете, что все актуальные сцепления стоят? Нет, я так не сказал. Я сказал, что этот конкретный человек не смог доказать, что его надо финансировать. Мне, по крайней мере. Я не обобщал. Есть огромное количество фондов, которые финансируют гуманитарные исследования. И лингвистические, и филологические, и исторические, и политологию довольно много вкладывается. Но в каждом случае речь идет о достижении каких-то конкретных результатов. Наука, она же как и история. Она не развивается вот так, полинейно. Немножко сюда, немножко сюда, где-то чуть обратно пошла. Вот так вот, как лабиринт. В этом ничего страшного-то нет. Достигая целей источника финансирования и попутно своих целей, вы тем самым двигаете процесс еще на одну ступеньку, немножко вперед. Это нормально, это логично. Еще раз, да, есть вы, есть источник финансирования. Вы синхронизируете свои цели и задачи, и все получается. И аккуратненько оформляете работу. Не боитесь потратить немножко денег на человека, который вам ее оформит. Если уж сами не можете или не хотите. Я не знаю, вы слышали или нет про проект «Члема с дополненной реальностью». Слышали, да? Так вот, могу точно сказать, он мне сам про это сказал. Буквально на прошлой неделе мы с ним разговаривали с Андреем Артищевым, что если бы я в свое время не затащил его в эту федеральную целевую программу исследования и разработки, если бы я ему не сказал, что это вообще возможно, с его проектом туда пойти и получить денег, этот проект бы загнулся. Потому что он не понимал, куда ему идти с его проектом. Он ходил в РВК, он ходил в Сколково. Его там в Сколково сначала приняли, потом отфутболили, потому что оказалось, что он не подходит к ним по каким-то критериям. Оказалось, ему нужно было провести прикладное исследование, допилить немножечко свою оптику для того, чтобы его проект вышел на следующую стадию. И он это сделал. Или, например, несколько ребят мне рассказывали, что они узнали про лингвистическую стажировку в Мюнхене, тоже через Эксперт. Они даже не думали, что можно просто взять и поехать куда-то в другую страну на халяву. Просто для того, чтобы познакомиться со страной и изучить язык. А оказывается, каждое посольство каждой страны в России обладает такими грантовыми программами для студентов и аспирантов. Каждый год в каждую страну от 20 до 150 человек едет. А чего бы не съездить в Австралию на халяву, например? Или в ту же Америку. Или в Исландию, например. Познакомиться со страной – это для гуманитариев отличная история. Еще вопросы? Можно? Да, давайте. Исключая крупные, в смысле, самые, да? РФФИ, как все знают, да? Ну, РФФИ? Кроме РФФИ и ИРНФ. А проект у вас насколько большой? Что хотите делать? Ну, вот если, допустим, я пока не знаю, то есть, ну, вот в принципе, какие можно рассмотреть фонды, допустим, чтобы ознакомиться с самцами, правилами, что-то сказать, им нужно, чтобы я мог, допустим, написать проект, который, так сказать, культурит и критерий не будет. У меня про финансирование. Ну, смотрите, есть несколько частных фондов, то же самый фонд Потанина, например, да? Фонд Дерипаски. Есть где-то порядка 30 небольших фондов, точнее, грантовых программ, скажем так, от ведущих промышленных корпораций России. Объединенные машиностроительные корпорации, объединенные двигатели строительные корпорации, Сибур, Газпром довольно много вкладывают в фундаменталку, и РЖД, кстати, тоже. То есть, в данном случае надо вот именно понять, что хотите сделать, и уже по профилю подбирать себе. Причем это такие, ну, они полугосударственные, получается, источники финансирования, хотя понятно, что эти корпорации, они в той или иной степени на государственные деньги существуют, но тем не менее. Там правила немножко попроще, они выдают деньги даже не столько для того, чтобы получить результат, хотя это тоже, да, вот если результат их заинтересует, это отлично, но для того, чтобы они таким способом ищут людей с нужными им компетенциями. для того, чтобы подобрать на будущее такой вот кадровый резерв, из которого они потом формируют проектные команды. Так что это в любом случае история такая перспективная. можно, можно, там база этих источников поддержки есть? есть? тут есть интернет? да, может быть. не подключен, да. есть, да, там база источников поддержки есть, и, как я говорил, можно прогнать свой проект, посмотреть, насколько он актуален, да, в каких источниках финансирования он такие, ну, аналогичные или там похожие проекты финансировались, или по этому направлению. Потому что система семантического анализа, которую мы, скажем так, приложили к этим базам данных, на которых мы сидим, она позволяет четко совершенно выключить и научные области, и отрасли, ну, вернее, и стадии вот этой вот, на которой идет исследование. И, кстати, если уж на то пошло, как я говорил, на уровне субъекта федерации различные грантовые программы тоже существуют. Любой регион можно взять. То есть есть регионы, которые хорошо себя пиарят, например, та же самая Москва, да, вот, где гранты для молодых ученых от правительства Москвы, но вот они последние полтора года начали активно себя рекламировать, до этого как-то тихо себя вели, вот. Там вполне себе приличные суммы, вот, и Санкт-Петербург, и Новосибирск, и Омск, и Томск, ну, в общем, вот, как минимум все 14 регионов России, которые входят в ассоциации инновационных регионов, такие регионы, которые не дотационные, а которые сами могут другим помогать, там это очень хорошо развито, и они достаточно успешно себя рекламируют, да. В других регионах немножко потише все это ведет. Но в любом случае это либо какие-то премии губернатора, либо это какие-то, не премии, гранты вернее, либо это гранты правительства, да. В Алтайском крае точно есть, я знаю, такая система финансирования фундаментальных исследований. Вот. То есть надо все просто аккуратненько посмотреть по своему региону, понять. А вы откуда, кстати? Саратовский губернатор вообще поддерживает науку, Он выделяет деньги. И там вот действительно деньги выдаются на основная цель, которую они никто не декларирует, но она вот именно такая, чтобы люди научились проектному мышлению, чтобы люди научились получать деньги за свою работу. Еще вопрос есть? Еще один вопрос есть такой. Сейчас почти во всех конкурсах основные показатели по результатам. это публикация в оккупсах и сейчас даже уже не вспомнит. А для чего тогда есть Питер Павл, который все время обновляется, да, перебреждается в праве того, что он используется при защите диссертации? Хороший вопрос. Вчера буквально на заседании с замминистра образования мегагрантники его поднимали. Что им ответили? Можете сказать? Им сказали, что это в списке избыточен. Да, он разрушил господин Вальченко, он сказал, что наука, которая внутри Российской Федерации, это лженаука, если она не находится на народный уровень. Ну, это не лженаука, просто про эти исследования мало кто узнает. Тут одним убиранием списка это не решить, да, эту проблему. Поэтому вчера, например, разговор шел о том, чтобы диссертации разрешить защищать на английском языке, чтобы материалы кандидатских диссертаций тоже были доступны международному научному сообществу. И это большая, наверное, проблема для всех студентов, которые не хотят учить английский. Естественно, про другие критерии выбора журналов, да, не абстрактный ваковский список, а, скажем так, отсечка по индексу именно в базах скопус и лосс. То есть, вот, какая-то верхняя часть журналов в этой базе берется, да, и публикация в ней засчитывается для защиты, да, или для, соответственно, выполнения каких-то показателей, да. Такое предложение звучало, и оно было вполне так благосклонно, скажем так, воспринято. Но эта работа еще идет, это им надо еще года два-три, наверное, для того, чтобы вот всю вот эту вот процедуру провести и чтобы это все. Получится, что этот перечень, ну, грубо говоря, сейчас вам, он будет еще меньше, в принципе, да? То, что касаемо защиты и то, что касаемо результатов конкурсов грантов, зависимо тоже. Как сейчас их и нет, этих показателей ваковских, так их и не будет. Только это выползает. Ну, я не могу говорить за каждый источник финансирования, да, то есть кто-то может, кто-то может себе ввести, да, кто-то нет, да. Ну, они пытаются, вот эта вся система рейтингования, система оценки, она вводится, может быть, скажем так, методом научного тыка немножко, да? Ну, это скорее всего, а потом, там, финансирование научных исследований и центры. То есть, нужны центры, например, как Казанский, да, финансовый инвестиент, а в регионах это очень сложно бы все существовать, крайне сложно. Сложно, да, и на эту тему они тоже думают для того, чтобы как-то дифференцировать немножко, да, там, критерии, да. Но для того, чтобы сделать исключение, нужно сначала устаканить правила. Вот, так что это вот тоже процесс такой, да. И тем, кто работает сейчас, ну, может быть, немножко не повезло, да, тем, кто работает будет дальше, им будет немножко легче, да. Мне тоже, например, в свое время там не повезло, если бы у меня была такая лента, я бы из науки, может, и не ушел никуда. И был бы сейчас какой-нибудь там профессор, или хотя бы руководитель лаборатории, например, своей. Потому что, как я уже потом понял за эти три года, ничего особо такого сверхсложного в том, чтобы зарабатывать деньги-то нет, да. Система не рассчитана на гениев, она не закладывает гениальность научной группы в оформление документов. Там другие критерии нужны, там нужна аккуратность, внимательность и логичность при оформлении этих документов. Понять их логику и этой логике следовать. И все получится. А во-первых, есть некие рамки, в которых действует каждый источник финансирования, и эти рамки зависят не только от того, что это за источник, но и что это за программа. Например, тот же самый фонд содействия инновациям по одним программам выдает 500 тысяч рублей, по другим до 300 миллионов на один проект. И задача руководителя проекта, ну, потенциального руководителя проекта доказать этому источнику финансирования, что ему нужно именно столько денег. Если все обосновано, если затраты обоснованы и он доказывает, что нужно именно столько, даже если это может быть чуть-чуть, то критерии становятся очень гибкими сразу. И всегда находится понимание со стороны источника финансирования. Если они видят, что проект реальный, и затраты реальны, и результаты, которые будут достигнуты, тоже реальны. Как, например, человек талантливый, знает, как это сделать, что ему нужно 300 миллионов рублей. Как доказать этому студенту или, допустим, аппарату, что ему нужно 300 миллионов? Те же, чего нет. Отсюда, каким образом вы должны дать ей 300 миллионов? Понимаете? Вот вопрос такой. Это очень тяжело. Ну, вы что хотите сделать-то, если вы студент? Что вы хотите за 300 миллионов сделать? Ну, малыш, просто смотря, но проекта вообще нет. Нет, ну смотрите, если вы хотите построить адронный коллайдер новый, то его и без вас строят. И, как вы понимаете, там не 300 миллионов рублей, там побольше сумочки-то будет. Но люди доказали нужность и необходимость этой работы, и деньги на нее выделены, и ее делают. Или, допустим, вы хотите изготавливать сверхпроводящий кабель для реактора ИТР. Государство вполне может это субсидировать, потому расходы на создание такой линии по производству этого кабеля для того, чтобы вы потом делали этот кабель и продавали его этому самому ИТРу. И в виде налогов потом эту субсидию возвращали государству. И эта схема реализована, она в Димитровграде работает. И там тоже деньги большие. Или, допустим, если мы говорим про 300 миллионов, по-моему, такую сумму получил проект по разработке передвижной автозаправочной станции мобильной, которую можно за два часа развернуть в чистом поле. Интересно. Конечно. Или, допустим, мы… А вы знаете, что диски для автомобилей, которые участвуют в гонках Формулы-1, делаются в России? В России. Да. Это один из 146 проектов или 164, не помню точно, которые финансирует фонд развития промышленности, насколько я помню. Они вложились в этот проект, и там тоже была сумма довольно большая, потому что требования к этим дискам просто феерические. И по легкости, и по прочности, и по контурам. Тем не менее, вот оно сделано, и люди выигрывают гонки на наших дисках. И таких проектов много. Я говорю, только у фонда развития промышленности их больше 150. Есть другие фонды, они работают. Опять же, фонды инвестиционные, которые создаются для того, чтобы, скажем так, вложиться в 10-15 проектов, которые… И мы знаем только про эти фонды, что они открываются и закрываются. Но закрытие этого фонда, которое выглядит как неудача в глазах обывателя, это на самом деле успех. Потому что фонд выполнил свою задачу. Этому фонду дается 100 миллионов долларов. Он должен эти деньги вложить в 15 проектов. Он нашел эти 15 проектов. Он вложил в них эти деньги. Он свою задачу выполнил. Все. Дальше там создается другое юридическое лицо, которое уже контролирует вложения, но фонд свою задачу выполнил. То есть он раунд финансирования закрыл. Дальше та структура или группа товарищей, они создают какой-то другой фонд, который продолжает складываться в другие проекты. Такие истории постоянно происходят. Они просто не очень сильно светятся. Про хорошее зачем? Мне тоже не интересно рассказывать. Я вам еще не надаю? Нет? Давай. Сейчас. вопрос. Я работал в лаборатории. Как я понимаю, это инкубатор Generation S. Что вы можете вам сказать? Generation S – это акселератор. Для чего он нужен? Акселераторы для чего нужны? Когда у вас есть некое законченное исследование, какая-то законченная работа и какой-то, можно сказать, некая заготовка продукта у вас какая-то есть. И вы хотите придумать, как ее монетизировать. Generation S – это история про коммерциализацию продукта. Вы заходите со своей бизнес-идеей, идеей по коммерциализации продукта в Generation S, в этот акселератор, проходите некий конкурсный отбор. И дальше люди, которые разбираются в рынке, в бизнесе, они вам показывают, как правильнее, быстрее, активнее раскачать этот продукт на рынке. – А где проходят? – В Москве. Можно походить на какой-нибудь стартап-тур, они по регионам России катаются. В уфоне, по-моему, должны приехать, если еще не были. Если хотите посмотреть, что такое стартапы и с чем их едят. Вот, кстати, хорошая мысль, я забыл про это сказать. У каждого фонда есть такая потребность, чтобы люди к ним приходили со своими идеями. Они говорят, приносите нам ваши идеи, мы на них посмотрим. Но каждый фонд понимает слово «идея» по-разному. Если в РНФ и в РФФИ это идея фундаментального исследования, как проверить какое-то свойство, то, о чем я говорил, или какую теорию нужно проверить, то в прикладных исследованиях это идея, как в выбранной области применить полученный фундаментальный результат. Если мы говорим про Сколково, это идея про то, как допилить этот экспериментальный образец до более-менее какого-то состояния, чтобы его можно было хоть как-то немножко попытаться потестировать на людях, на собачках. Если мы говорим про Сколково или про то же самое Generation это история про то, как продавать этот продукт. Понимаете, да? Если мы говорим про фонд Сколково. Если мы говорим про технопарк Сколково, то это идея как раз из серии той же, что у фонда Бортника. Не зря они объединились сейчас. Технопарк Сколково и фонд Бортника. Для того, чтобы больше возможности было у людей доработать свой экспериментальный образец до какого-то полукоммерческого состояния. То есть, у каждого идея своя, у фонда понимание этой идеи. Если вы понимаете, о чем они понимают под словом идея, вам будет проще. И именно с точки зрения похода в Generation S, если вы туда пойдете с фундаменталкой, я боюсь, вам будет там скучно. Или даже с прикладным исследованием. Это не про то история. Это история про стартапы. И про коммерциализацию. Если у вас есть какой-то приборчик понятный, они же там тоже не гений, им надо, чтобы в ручках было подержать, пощупать. Если у вас есть какой-то приборчик, который вы думаете, что можно кому-то продать, то можно попробовать сходить с этим. И это полезно хотя бы с той точки зрения, чтобы понять, как они думают, что они хотят на входе. До какого состояния вы должны довести свой результат, чтобы это стало интересно им. Чтобы вы им его могли продать. что еще не сказал? Проекты по созданию программного обеспечения идут постоянно. Всем нужно программное обеспечение. Особенно сейчас с условием, с учетом импортозамещения, перехода на отечественные системы. Всем нужно. следите за… Можно на экспири, в принципе, тоже это увидеть. Но на сайте госзакупок постоянно появляются заказы по ложке. Постоянно. Госзакупок. Это же… Сейчас объясню, как возникают заказы администрации администрации какого-нибудь района или города. Нужно автоматизировать какую-то систему, какую-то отрасль свою. Первое, с чем они начали, это система здравоохранения, система транспорта, системы сбора информации о предоставлении коммунальных услуг. Сейчас они выходят на уровень информатизации, скажем так, объектов ЖКХ. Вот так во многих регионах это наблюдается. И система регулировки светофоров, системы… Вот такие прикладные достаточно задачи, но для них для всех нужно программное обеспечение. И в любом случае, система документооборота, которая постоянно возникает везде, скажем так, которые нужны и становятся постепенно везде. Их нужно много, они готовы заплатить. А вы какие хотели пошки разрабатывать? Ну, я как раз интересовался, необходимо будет представить, что это для медицинских учреждений, что-нибудь одно о том, что, насколько я знаю, захочешь туда у них такая листа, поэтому я не знаю, как вы писали, у нас в том году, они не знают все классные обложения. Да, во-первых, нужно обновлять. Во-вторых, нужно интегрировать. Нету. 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 О них только вырабатывают эти стандарты и они готовы платить за адекватное решение. Это уже уровень министерства, надо с ними разговаривать. А вы зайдите на Экспир и пробейте. Кто-то уже… Ну, разработка стандартов – это не программное обеспечение. Ну, это вам к министру надо. Но вы, на самом деле, изучите их работу, потому что они же много этим занимаются, как раз разработкой стандартов. Это процесс очень длительный и тяжелый. И там свои лобби, свои наборы мнений, потому что одним нужно одно, другим другое. Вот это изменение нормативного времени, изменение набора показателей, которые нужно вводить в систему. Обязательность, необязательность тех или иных критериев. Система учета компьютерная – это же все следствие разработки или уточнение стандартов. Круто замахнулись, но почему нет, по крайней мере, выяснить, какой департамент этим занимается и обратиться к представителям этого департамента с предложением помощи. Попробуйте. Я знаю нескольких довольно уважаемых людей, которые выдают деньги, дают людям работу просто посмотреть на то, как у них ничего не получится. Потому что в результате этого опыта у людей формируется правильное понимание проблемы. Это сложно сделать. Вы пойдите к какому-нибудь главному врачу и объясните, что он должен работать не так и эдак. Вы знаете, куда он вас пошлет? Примерно туда же, куда директор завода того работника. Жесткая кастовая система. Жесточайшая кастовая система. Каждый на своем холме король. Врачами очень тяжело стать. И люди, добившиеся высокого положения, они небезосновательно высокого мнения о своем уровне компетенции. И иногда это приводит к тому, что с ними довольно сложно общаться для того, чтобы их в чем-то убедить. А когда речь идет о том, чтобы убедить сразу всех, это работа не на один год. Это правда, это сложно. Это очень сложно. Попробуйте задачу для начала по силам. Наберитесь компетенции. Попробуйте реализовать ложки по тем стандартам, которые уже существуют. Попробуйте получить контракт на работу с какой-нибудь администрацией, с каким-нибудь департаментом здравоохранения, для того, чтобы создать для них такую систему. Убедите их в том, что те изменения, которые вы предлагаете, обоснованы. Заручитесь их поддержкой. Тогда вам станет намного проще. Напрямую вы это не сделаете никогда. Такие системы снаружи не меняются, только изнутри. Вот. Я ответил? Хорошо. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!